ПРО ПАЛЕСТИНСКИХ АКТИВИСТОВ НАЧАЛИ ТРАВИТЬ НА АКЦИЯХ Восемь человек увезли в больницу Нью-Йорка. Все подробности прямо сейчас, а также смотрите сегодня. Мошенники грабят пользователей приложения ZEL. Украдены миллионы долларов. Аэропорт Бостона оккупировали нелегалы. Они спят прямо на полу. НАТО проводит масштабные военные учения. Трамп победил в Нью-Гэмшире, а Байден заявил, что у Ники Хейли нет шансов. Корпорации продолжают массовые увольнения. На этот раз сокращают сотрудников ebay. В Вашингтоне толпа подростков разоряет аптеки. Несколько магазинов уже закрылись. Новый ролик ЦРУ для россиян. Что же там? Верхушка продала страну за дворцы и яхты. В то время как наши солдаты жуют гнилую картошку и стреляют из допотопного оружия. Жителям Нью-Йорка могут списать долги перед больницами. Ученые определили, что терапия от рака может вызвать новый вид онкологии. В 12 штатах появятся бесплатные программы для обработки налоговых деклараций. В Чикаго запретят газовые плиты, где в Америке построят самое высокое здание. И погоня медведя за домашними козами. Досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Всего несколько часов назад мы вернулись из Нью-Гэмшира. Но даже несмотря на такой напряженный график, мы не оставим вас без новостей. Так что устраивайтесь поудобнее. Как обычно в это время на YouTube-канале Бюро я рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на Бюро. Ну а мы начинаем. ЧП на пропалестинской акции в Колумбийском университете. В разгар демонстрации кто-то из участников распылил в толпе неизвестное вещество. Многие активисты почувствовали тошноту и резь в глазах. Восемь человек были госпитализированы. Инцидент сейчас расследует полиция. Ну а сами активисты говорят о том, что отравляющее вещество мог распылить кто-то из сочувствующих Израилю жителей города. В Белом доме сегодня отказались комментировать крушение военного самолета Ил-76 в России. В Вашингтоне заявили, что пока не располагают данными о деталях этой катастрофы. Военный самолет, напомню, Ил-76 упал сегодня в Белгородской области. Российские власти и прокремлевские СМИ утверждают, что на борту были 65 пленных украинцев, которых готовили к обмену. И по версии Москвы самолет был сбит ВСУ. Однако власти Украины вечером заявили, что это Россия обязана была обеспечивать безопасность военнопленных. Белгородская область находится на границе с Украиной, то есть вплотную примыкает к зоне боевых действий. В Киеве считают, что российские власти были обязаны заранее согласовать этот гуманитарный рейс. И не исключили, что Москва умышленно поставила под угрозу жизни военнопленных. Ну а Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании крушения Ил-76. Немного американской политики. Итак, Дональд Трамп победил на республиканских праймерис в Нью-Гэмпшире. Он набрал 55% голосов, Ники Хейли – 43%. Если перевести это в голоса, то Трамп получил на 35 тысяч голосов больше, чем Ники Хейли. Вообще, это первый случай за последние 50 лет, когда один и тот же кандидат побеждает на республиканских кокусах в Айове и на праймерис в Нью-Гэмпшире. Сразу после оглашения результатов Трамп выступил перед сторонниками и ожесточенно раскритиковал Ники Хейли. Он назвал ее самозванкой и призвал немедленно выйти из президентской гонки. Ники Хейли тоже выступила с заявлением и отметила, что как раз подобная риторика Трампа заставляет республиканских избирателей искать альтернативу. Ну и вот Ники Хейли также заявила, что не собирается выходить из гонки. Она надеется, что победит в Южной Каролине. Это ее родной штат. Там она была губернатором. Праймерис там пройдут ровно через месяц. Если Хейли сможет там победить, то наверняка продолжит свою кампанию. Решающая дата это все-таки супер вторник 5 марта. В этот день Праймерис пройдут сразу в 16 штатах. Обычно именно после этого из гонки выбивают многие кандидаты. Кстати, Джо Байден сегодня заявил, что после Праймерис в Нью-Гэмшире уже очевидно, что именно Трамп получит номинацию от республиканской партии и выйдет на выборы в ноябре. Ну а прямо сейчас громкий скандал в республиканской партии. Журналисты Daily Mail опубликовали 10-минутный разговор председателя республиканской партии от Аризоны Джеффа Дэвита с экс-кандидаткой в губернаторы Кари Лейк. И вот Дэвид предлагает Лейк за деньги уйти из политики. Взамен он обещает республиканке некую хорошую работу. Причем Лейк не должна заниматься политикой два года. Но давайте послушаем фрагмент этого очень интересного разговора. Ну вот запись эта была сделана в марте 23-го года. И вот после такого разговора, который попал в интернет, Джефф Дэвид не стал оправдываться перед однопартийцами и сегодня подал в отставку. Напомню, что 54-летний Дэвид был главным операционным директором предвыборных кампаний Трампа в 16-м и 20-м годах. Администрация Трампа выдвинула его на руководящую должность в Нассену и в январе прошлого года он возглавил республиканскую партию Аризоны. Но теперь же Дэвид вряд ли сможет вернуться в большую политику, хотя Трамп его может и простить. Так что крест на карьере Дэвида ставить пока рано. Спасибо, что смотрите нас. Не забудьте поставить лайк этому видео. Напишите в комментариях, откуда вы на сегодня смотрите. Я, Денис Чередов. Мы продолжаем. В аэропорту Бостона нелегальные иммигранты спят прямо на полу. Десятки семей просителей убежища разбили там настоящий лагерь. Всего в терминале сейчас живет более 100 человек, в том числе маленькие дети. Местные власти не могут подыскать им жилье на территории штата. Губернатор обратилась к федеральному правительству с просьбой выделить дополнительно 250 миллионов долларов для преодоления иммиграционного кризиса. Правда, оттуда ответ она пока не получила. В США все больше случаев мошенничества с помощью приложения для перевода денег. Наверняка многие из вас ими пользуются. Это Venmo, Zell, Cash App. Но эти компании получили официальные предписания усилить защиту клиентов от мошенников. Например, власти предлагают установить лимит на перевод средств. Прокурор Манхэттена рассказал, что иногда преступники даже накачивают жертв наркотиками, а потом либо узнают у них пароль, либо используют их лицо как Face ID. Сейчас ежегодно при помощи приложений мошенники воруют сотни миллионов долларов. Так что будьте осторожнее. Интернет-магазин eBay сокращает тысячу рабочих мест. Компании заявили, что количество сотрудников и затраты превысили темпы роста бизнеса. На финансовую стабильность компании также повлиял и штраф в размере трех миллионов долларов, который eBay пришлось заплатить за проделки своих сотрудников. В течение нескольких месяцев, напомню, они присылали живых пауков, тараканов и прочие неприятные посылки паре, которая выпустила информационный бюллетень против этой компании. Администрация Джо Байдена хочет сохранить широкий доступ к таблеткам для прерывания беременности. Речь идет о препарате мифепристон, который женщины используют для медикаментозного аборта на ранних сроках. Но вот некоторые врачи с консервативными взглядами призывают ограничить доступ к таким препаратам. Но Министерство юстиции и компания-производитель этого препарата обратилась в Верховный суд, чтобы доказать, что отсутствие таких таблеток нанесет серьезный вред женщинам, которые хотят сделать аборт. Теперь иллинойсцы в Чикаго планируют избавиться от газовых плит. Сегодня такое предложение сторонники борьбы с изменением климата представили городскому совету. Аналогичные меры уже приняли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и десятках небольших городов. Мэр Чикаго поддерживает эту инициативу. Впрочем, даже если предложение будет одобрено, жители мегаполиса не увидят радикальных перемен. Правило будет касаться только новых домов, в которых при строительстве планируют отказаться от газовых плит. Кстати, пишите в комментариях, вы поддерживаете такую идею или нет. Другим темам Центральное разведывательное управление США опубликовало в соцсетях новый видеоролик с призывом к россиянам. Ролик этот называется так «Почему я связался с СРУ ради Родины?». Видео представляет собой монолог вымышленного 35-летнего россиянина, бывшего десантника, который ныне служит в ГРУ. Он говорит, что был воспитан отцом в традициях патриотизма и любви к Родине, но в какой-то момент прозрел и понял, что Россию разъедает коррупция. Но дальше герой видеоролика говорит, что не предает Россию, а хочет ее спасти ради сына, чтобы он жил в стране, где смелость и труд будут оцениваться по достоинству. Поэтому он готов вступить в борьбу с внутренним врагом. Верхушка продала страну за дворцы и яхты, в то время как наши солдаты жуют гнилую картошку и стреляют из допотопного оружия. Наши люди вынуждены давать взятки для того, чтобы просто найти работу. А элита в баснословно дорогих часах коротает время, пока коррупция и кумовство разъедают мою страну изнутри. Я стану искрой правды ради сына. Кстати, в описании к этому видео мы оставим ссылку на официальный контакт с ЦРУ. Может, все-таки кто-то из наших зрителей заинтересуется этой информацией. НАТО НАТО проводит масштабные военные учения. По данным стран-участниц Альянса, в новых учениях будут задействованы более 90 тысяч солдат. Учения стартовали сегодня днем, когда американский авианосец покинул базу в городе Норфолк в штате Виржиния. Главная задача для НАТО сегодня – это проверить, насколько быстро США и Канада смогут прийти на помощь европейцам в случае начала боевых действий. Союзники планируют отработать качество переброски войск через Атлантический океан в Европу. Такие масштабные учения продлятся до 31 мая. Другим новостям бывшая учительница из Арканзаса грозит пожизненное заключение за секс с учеником. 33-летняя Хизер Хейр преподавала в средней школе Брайанта, и вот теперь девушка узнала не очень приятные новости. Ее обвиняют в сексуальной связи с подростком. Экс-учительница пошла на сделку со следствием и заявила в суде, что занималась сексом с несовершеннолетним примерно 20-30 раз. Ну, вообще, конечно же, по версии следствия, Хейр в основном приглашала ученика к себе домой. Но в этом пикантном деле есть и другие эпизоды. Оказалось, что теперь уже бывший педагог занималась сексом с учеником и в школьном классе, и даже на парковке на территории учебного заведения. Все эти факты вскрылись, когда сам школьник опубликовал в соцсетях переписку с учительницей. В Арканзасе за совершенные преступления Хейр грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Вот некоторые из вас постоянно нам пишут в комментариях, почему вы говорите только про плохое. Ведь есть в жизни и хорошие новости. Ну вот вам, пожалуйста, хорошая новость. Уровень преступности в Нью-Йорке снижается, и в городе появляются новые рабочие места. Радостную новость сообщил сегодня мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Он выступил с ежегодным обращением о ситуации в городе и рассказал, что Нью-Йорк планирует списать горожанам долги за медицинские услуги. Попасть под программу смогут до 500 тысяч человек. Им спишут долги более чем на 2 миллиарда долларов. Программа сейчас находится в стадии обсуждения. Ну а что касается снижения уровня преступности, лучше уж вы. Напишите об этом в комментариях. В столице США из-за налетов воров закрывают аптеки. Одна из аптек в Севе закрылась после того, как каждый день в магазине устраивали погромы участники банды из 40 подростков. Сотрудники отделения в районе Коламбия-Хайтс утверждают, что такие налеты школьники совершали дважды в день. Самое интересное, что перепродавали товары тут же за углом. Подобные грабежи происходят во многих магазинах по всей стране. В прошлом году из-за этого закрылись, напомню, 3000 магазинов. Ну а в Калифорнии наглые воры украли целый банкомат. Грабители в городе Окленд просто вырвали банкомат из земли, привязали его к своему фургону и потащили с собой по дороге. Вот это видео снял прохожий. Ну а в полиции сообщили, что всего они таким образом украли два банкомата в разных частях города. Ну вот пока следователи арестовали только одного подозреваемого, но всего в ограблении участвовали 4 человека. Важная новость для тех, кто будет отчитываться перед налоговой. Итак, в 12 штатах США появится бесплатная программа для обработки налоговых деклараций. Раньше подавать бесплатно декларации на сайте АРС могли только те жители США, доход которых не превышает 79 тысяч долларов в год. Новым инструментом Директ Файл смогут пользоваться налогоплательщики с любым доходом. Ну вот на данный момент Директ Файл будет принимать только федеральные налоговые декларации. Ну вот в каких конкретно 12 штатах будет работать эта программа, вы узнаете, перейдя по ссылке, которую мы оставим в описании к этому видео. Мы продолжаем. Если вы пользуетесь услугами транспортной компании New Jersey Transit, то следующая новость точно для вас. Уже с 1 июля компания планирует повысить цены на билеты. Сейчас же сотрудники компании призывают общественность поучаствовать в форумах, на которых пассажиры смогут высказать свое мнение о планах повышения тарифов. Вообще, у этой компании не хватает сейчас 2 миллиардов долларов. Убытки компании начались после пандемии. Ну а федеральные деньги закончатся уже в следующем году. Так что с 1 июля нового фискального года в Нью-Джерси собираются повысить тарифы примерно на 15%. Ученые определили, что терапия от рака может вызвать новый вид онкологии. Речь идет о лечении препаратами CAR-T. Это новая терапия, ее начали применять в США только в 2017 году. Лекарства используют собственные иммунные клетки пациента для лечения некоторых видов рака крови. Но при этом недавние исследования показали, что эти же препараты могут вызвать другие, более редкие виды рака крови. Но теперь вот FDA требует от производителей этих лекарств добавлять предупреждающую этикетку на свои продукты. В Оклахома-Сити может появиться самое высокое здание в США. Разработчики решили возвести небоскреб высотой 1907 футов. Эта цифра символическая, потому что именно в 1907 году Оклахому признали 46 штатом Соединенных Штатов. Ну вот сейчас Оклахома-Сити считается одним из самых быстрорастущих городов Америки. Кстати, кто там был? Напишите об этом в комментариях. Стало известно, какие детские имена будут самыми популярными в 2024 году. Но вот среди самых распространенных имен девочек это Оливия, Изабелла, Амелия, София и Эмма. Для новорожденных мальчиков родители все чаще выбирают имена Ной, Лиам, Оливер, Элайджа и Матео. А вот такие некогда популярные имена, как Аманда и Мишель для девочек и Джейден и Джонни для мальчиков, сейчас находятся под угрозой исчезновения. В редакцию YouTube-канала Бюро обратился Александр Лаврентьев. Он иммигрант из Беларуси, в Америке уже живет 15 лет. И тут выяснилось, что Александр хочет развестись со своей женой, с которой он женился в Беларуси 15 лет назад. Но как это сделать, находясь в Америке? Давайте узнаем прямо сейчас. К нам присоединяется лицензированный юридический консультант Карина Дюваль. Карина, здравствуйте. Наверняка вы сталкивались вот с такими проблемами, когда к вам приходят люди. Говорят, что 15-20 лет назад еще где-то там на родине я женился или вышел замуж, а теперь хочу развестись. Но не знаю как. Можно это сделать, находясь в Америке? Денис, здравствуйте. Да, это сделать можно. И я бы даже сказала, что это сделать нужно. Делать это нужно как можно быстрее. Не ждать, пока пройдет 30 лет, 15 лет. Потому что последствия… Брак – это вообще вещь очень серьезная. Очень многие ее недооценивают. И вылечет брак самые серьезные последствия. Если этот человек умрет, жена все унаследует, нажитое им за 15 лет в Америке. Если она станет инвалидом, она может требовать пенсию, алименты, алимони может требовать. Это супружеская поддержка. И она может требовать раздела имущества. Может быть, он тут уже стал миллионером, и она быстренько располовинит его миллионы. Поэтому не затягивайте. Если вы уже понимаете, что вы никогда не вернетесь к жене или к мужу, то разводитесь. Не ждите, пока прилетит вам весточка сама. А значит, разводиться можно… Он может развестись как в Америке, так и в Белоруссии. Это его выбор. А в Белоруссии развестись, конечно, проще, дешевле, если у него есть ее адрес. Обращается в суд через представителя. Мы ведем такие дела, в том числе в Белоруссии. И через пару месяцев он уже свободный аптенцем. А в одностороннем порядке можно через суд развестись? Можно развестись. Только в брак люди идут за ручку вместе. И если один из них против, то брака не будет. А в разводе всегда, как правило, заинтересован кто-то больше, кто-то меньше, кто-то вообще не заинтересован. Поэтому брак — дело добровольное. Если вы не хотите жить с супругой или с супругом, то вы обращаетесь в суд, и суд вам брак расторгает. Суд может принять меры для примирения супругов. Очень грешит этим Узбекистан. Хотя у нас из Белоруссии пришел вопрос. Но, к слову, пришлось. В Узбекистане судья может даже отказать в разводе. Сначала предоставить 6 месяцев срок для примирения, а потом отказать в разводе. А если сказать «приходите со второго захода, я вас разведу». Вот такая вот есть фишка. А правильно ли я понял, вот вы только что сказали, всё, что нажито непосильным трудом в Америке, на это тоже может рассчитывать вот эта супруга, которая живёт где-то там. Как это так? Ну, всё, что приобретается в браке, если нет брачного договора, презумируется, что это общее имущество супруга. Если будет раздел имущества, то в суде есть возможность, юридическая возможность, закон это позволяет доказать, что вы это приобрели независимо, сам, на свои доходы, жена в этом никак не участвовала. И если у вас будут хорошие адвокаты, вы потратите много денег, то вы победите. Гораздо дешевле просто вовремя развестись. Но если человек умрёт, то эти правила уже не действуют. Совершенно неважно, участвовала жена в приобретении этого имущества или не участвовала. Может быть, это вообще имущество досталось мужу по наследству или в подарок. Неважное условие приобретения. Не обязательно оно должно быть приобретено в браке или на общие деньги. Важно то, что она жена, и она имеет право, она является наследником в любом законодательстве. В российском, в украинском, в белорусском, в американском, в каждом штате. В каждом штате жена является наследником. Самым первым, самым главным. Ну, как муж. Вот, поэтому берегите своё имущество для своих детей, для своих близких, любимых, кому вы действительно хотите оставить, а не супругу или супруге, которого вы не видели 30 лет. Ну, то есть главный совет просто нужно вспомнить, да? Когда и сколько раз ты женился, выходил замуж, и если тебе это не надо, нужно срочно развестись, неважно, где ты находишься. Сколько раз, наверное, это неважно, потому что имеет значение только действующий брак. А, хорошо. Бывшие супруги уже ни на что не могут претендовать. Окей. Это так, для себя, для истории. Ну, хорошо. Не стесняйтесь, я обращаюсь к тем, кто нас смотрит. Вы можете написать, как нам на почту, например, если у вас есть какой-то вопрос, такой индивидуальный, вы бы не хотели о нём писать в комментариях. Либо пишите в комментариях вопросы, которые связаны, например, с разводом и браком. Мне кажется, эта тема очень интересная и актуальна всегда. Поэтому обращаюсь ко всем. Спасибо вам заранее за ваши вопросы. Ну, и благодарим сегодня лицензированного юридического консультанта Карину Диваль за помощь и за советы. Спасибо вам большое. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео, написать комментарий. Мы продолжаем. Netflix может ещё больше повысить цены в новом году. Последний раз они повышали стоимость своих услуг в октябре. Тогда базовый тариф вырос на 2 доллара до 12 долларов в месяц. Уже сейчас этот тариф недоступен для новых подписчиков. И в Netflix заявили, что они вовсе планируют от него избавиться во многих странах, начиная с Канады и Великобритании. Но посмотрим, что же там будет на самом деле. Исполнительница роли Барби Марго Робби не получит Оскар. Актрису не номинировали на премию, в отличие от её напарника Райана Гослинга, который сыграл Кена. Сам Гослинг уже возмутился выбором киноакадемии и заявил, что не существует Кена без Барби и не существует фильма о Барби без Марго Робби. Это была его цитата. Всего же фильм номинирован, напомню, на 8 Оскаров. Ну а следующая новость вам точно понравится. 91-летняя жительница Калифорнии решила на пенсии стать знаменитой. В соцсетях Бетси Лун начала выкладывать необычные ролики. Пенсионерка появляется на видео в красивых платьях и обязательно на каблуках. Но ещё она отлично танцует, или можно сказать, пританцовывает. Но теперь у Бетси тысячи поклонников, а недавно она получила даже предложение руки и сердца. В Массачусетсе медведь встретился с козами. Ещё в октябре прошлого года животные попали в объектив камеры наблюдения на территории одного из частных домов. Но вот только сейчас эта запись появилась в соцсетях. Домашние козы оказались хитрее хищника, медведь пытался их догнать, но козам всё-таки удалось спрятаться в сарае, куда косолапый так и не смог забраться. На сегодня всё. Я Денис Щеридов. Как всегда, благодарю всех, кто смотрит наши выпуски. Спасибо вам огромное за комментарии. Не забудьте поставить лайк этому видео. Ну а ещё, если вам нравится наша работа, то поддержите нас донатом. Прямо под этим видео есть кнопка «Суперспасибо». Вы можете перевести нам небольшую сумму. Я благодарю всех, кто уже поддерживает нас. Спасибо вам за лайки. Спасибо, что смотрите. Увидимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»!